Первый у нас договор, который мы сегодня будем проходить, это купля-продажа. Купля-продажа по-арабски называется бейк. Всевышний Аллах в Коране сказал, в суре Бакара 275 аят, Всевышний Аллах запрещает вам рыба и разрешает торговлю. Это можете записать как довод, да? Да, суре Бакара 275 аят. Когда мы разбираем вот эти вот акты, вот эти договора, их получается у нас всего получилось 21, у нас есть определенная система, определенный шаблон, как мы их делаем. Как я вам говорил, у вас будет некий чек-лист. Чек-лист будет состоять из таких разделов. Первый раздел это у нас довод. Как у нас же мусульмане любят говорить? Где твой довод? То есть первый у нас бейк, пишем здесь название, довод сура Бакара 275 аят. Это не значит, что только этот довод, например, да? У нас есть, соответственно, много хадисов на эту тему, то, что торговля, она дозволена, то, что у нас правок Мухаммаду, саляму, сам тоже торговал, да? Это у нас первый довод. Второе, пишем, вид акта или вид договора можно написать. Как мы сказали, то есть первое, записываем все прямо, то есть пишем, что это коммерческий договор. То, что хотя только что писали, это у нас коммерческий. Далее это у нас получается группа взаимообмен. И следующее, что мы записываем, обязательный или необязательный акт. Что такое обязательный или необязательный акт в исламе? Обязательный договор – это тот договор, можете записать или запомнить, да? Это тот договор, который нельзя расторгнуть в одностороннем порядке. То есть если его заключили, ни одна из сторон не скажет, слушайте, все, я не хочу с тобой работать, давай расторгаем. То есть имеет право в одностороннем порядке человек подойти и сказать, все, расторгаем договор. Дальше все, не работаем в таком формате. То есть купля-продажа, вопрос к залу, купля-продажа является у нас обязательным договором или необязательным? Необязательным, соответственно, в любой момент приходишь и говоришь, так, все, договор расторгнут. Купля-продажа. Обязательный, как всегда. Обязательный. Кто еще, братья, как? Поднимите руки, кто считает, что это обязательный акт? Угу. Кто считает, что необязательный акт, который можно расторгнуть? Ага. Ну, на самом деле, смотрите, если, например, мы куплю-продаж сделаем необязательным актом, это примерно будет так. То, что сейчас я ему с ним подхожу, говорю, продай камеру. Он продает камеру, я ее забираю, то есть ему деньги даю. И завтра я говорю, так, слушай, мои деньги верни, держи камеру обратно. То есть. Он говорит, я же уже потратил. Ну, я говорю, все, ты меня должен теперь. То есть. Так мы не имеем права расторгать договор. Но есть частные случаи, которые это отдельно, то есть после этого мы изучаем. Они называются хиараты. Когда у нас, получается, имеет право человек расторгнуть сделку в одностороннем порядке. Их, получается, 32 штуки всего. Мы будем проходить сегодня. Даже обещать страшно, конечно. Но мы, иншала, может, затронем 9 из них. Самое важное, если даже будем затрагивать. 2-3 затронем, но у вас, как бы, впечатление сложится, о чем это будет. Пишем то, что получается у нас договор купли-продажи. Это обязательный акт. Третье, то, что мы записываем, это бывают условия. Извиняю, столпы. Ну, что такое столпы, вы все знаете, да? То, без чего этот договор не будет договором. То есть, вот как намаз, у него есть свои столпы. Если вот одного столпа нет, соответственно, намаз уже не намаз. То есть, его нужно перечитывать. Также и в договоре купли-продажи, и в других договорах есть свои столпы, которые, как бы, без этого столпа, ну, нет совсем договора. Первое. Условие договора следующие будет. Столпы. Первый – это у нас продавец. Второй столп – это, естественно, покупатель. Третий столб – это у нас товар. Четвертый столб – это у нас оплата. Пятый столб – это у нас, получается, оферта. Оферта. Ну, слышали, Нарту Кусо, договор оферты. То есть, по-арабски это получается иджаб во кабуль. То есть, иджаб – это когда ты предлагаешь что-то, кабуль – это когда принимаешь. Соответственно, оферта – это ваше предложение. И шестое – это у нас, получается, акцепт, принятие. То есть, если я акцептировал, то есть, я принял, согласился. Это теремина из Гражданского кодекса уж, но мы стараемся уже по ним записывать, чтобы у нас тоже было. То есть, мы же все равно стараемся работать и по законам Российской Федерации, потому что так как мы здесь живем, да, и, соответственно, не нарушая при этом законы шариата. Четвертое – это у нас будет условие. Первое – это у нас дееспособность. Дееспособность у нас делится и состоит из трех составных вещей. Первое – это у нас акль. Второе – это у нас, получается, акль, соответственно, это разум, да, это просто разум. То есть, мы понимаем, что человек разумный или неразумный. Второе, получается, это у нас балик. То есть, все знают, что такое балик. Расписывать здесь не буду, да, то, что есть четыре там составных элемента. Это в любой книге фикха этого есть иншала. Тот, кому уже намаз обязательно становится. И третий – это у нас рушт. Да, по шариату именно, совершеннолетие. Рушт – это у нас, получается, мы его перевели как благоразумие. Как вы считаете, что это такое благоразумие? Есть же вот разумность, да, и есть благоразумие. Что это такое благоразумие? Хорошая адекватность, адекватность. Адекватность, хорошая, да. Компетентность, маршала, да. Вот компетентность, адекватность, маршала, хорошие два ответа. Но пример такой, то, что я аят сейчас не помню из Корана. То, что в Коране говорится, когда у вас на попечении находятся сироты, и ваше имущество, то есть этих сирот у вас, да, то есть они еще несовершеннолетние, скажем. Давайте, говорит, им, то есть исчастие вот этих их имущества и проверяйте их рушт. Когда они, соответственно, начнут благоразумно ими, этими деньгами пользоваться, тогда отдайте им их имущество. Способность распоряжаться. компетентность и все остальное. То есть вот эти моменты получаются. Поэтому это является условием купли-продажи, братья. Это является условием купли-продажи. То есть если вы видите, что у человека рушь-то нет, подумайте, нужно ли ему продавать в таком формате, да. Так, второе. Это у нас собственность товара и денег. Вот так напишем коротко, да. То есть собственность, то, что человеку принадлежит этот товар, или он как бы имеет право его продавать, да, и имеет право, соответственно, деньгами расплачиваться, то, что это его деньги, или у него по доверенности эти деньги, скажем. Это является тоже условием купли-продажи. Третье. Возможность передачи. То, что товар и деньги, передача денег и товара. Соответственно, то, что товар не обременен, деньги, соответственно, не арестованы, да. Ну, если он, скажем, продал, я у тебя покупаю машину, но мои деньги там арестованы на счете, иди оттуда забери с этого, с арестованного счета. Да, как хочешь, иди и забери. То есть это не подходит по условиям купли-продажи. То есть вытащи деньги и после этого… По услугам тоже надо выходит, да. Как, брат? Услуги. Услуги это отдельно мы будем проходить, брат. Там тоже такие условия есть. Так, возможность передачи денег и передачи товара. Так, четвертое. Определенность. Определенность. То есть мы должны понимать, что мы продаем. Не так, что, брат, я покупаю у тебя твой телефон за те деньги, которые у меня вот здесь в кармане есть. То есть это будет у нас гарр. Или в некоторых случаях даже может быть это майсир, да, азарт будет какой-то там. То есть может получиться. Гарр – это у нас, соответственно, неопределенность. Или по-другому еще у нее есть более правильный перевод – опасность. То есть почему это все запрещается? Потому что это опасно. Потому что это неправильно. Для этих моментов обязательным условием тоже является определенность товара. Пятое – халяльность товара. Это тоже является условием купли-продажи. На этом условии купли-продажи заканчиваются. Начинается следующий пункт, очень интересный. Это условия по умолчанию. По этим условиям, братья, вопросы есть какие-то? Вопросы на работу? Ладно, лучше потом, а то сейчас. Так, условия по умолчанию. Что такое условия по умолчанию? То есть это те условия, которые даже если в договоре они не прописаны, то есть они все равно там есть. То есть ты их никуда не уберешь. Это те условия, которые Всевышний Аллах поставил. Вот не будет этого условия в договоре, но оно и есть. Как вы думаете в купли-продаже какие-то условия? Оплата это у нас в столб. Доставка оплаты. По поводу доставки даже там качество. Машалла. Это, смотрите, качество товара. Правильно. Первый условие по умолчанию – это качество товара. То есть товар по умолчанию должен соответствовать качеству. То есть условно скажем, если вы купили бутылку воды, да, то что, естественно, там не должно быть кислоты внутри, да. Он должен быть качественной, она не должна быть протухшая. Потому что это, ну, вы воду уже купили, написано питьевая вода, то есть вы должны иметь право ее, то есть смочь ее попить. То есть она должна быть хорошей водой. Это как бы по умолчанию. Хотя вы когда покупали, вы им приносите обратно, это кислота, это не вода. А я тебе не говорил там, мы не договорились, что я тебе именно там продаю, что ты ее сможешь попить, что это не кислота. Я же тебе не писал там, что, расписку, да, что это не кислота тебе будет. Такого нет. Ну, пример с машины тоже. Автомобиль купили, там по объявлению, например, написано, да, то, что она там в идеальном состоянии, сели, поехали, и она сломалась там через 200 метров условно скажем. Да, качество товара, то есть не соответствует качеству. То есть она, по сути, должна соответствовать. Автомобиль, он должен ездить, то есть он, у нее должны быть такие свойства. Телефон. Телефон взяли, и, допустим, он не заряжается. Ну, человек говорит, ну, а что обычно говорят в таком случае люди? А что ты хотел за такие деньги, да? Ну, я, говорит, тебе не сказал, что он не заряжается, но он же стоил дешево. Ты сам должен был понять, что он не заряжается. Нет, ты же мне телефон продал, он в основе должен заряжаться. А если он не заряжается, тогда скажи. Он не заряжается, поэтому цена такая. Соответственно, если он не сказал этого, соответственно, получается то, что он должен расторгнуть сделку. То есть имеет право здесь как раз в одностороннем порядке в этом случае имеет право расторгнуть сделку. Вот там тоже свои условия есть, свои правила есть, как это правильно расторгать можно. То есть это у нас качество товара, это первые условия по умолчанию. Второе. Сроки. Какие сроки именно? Нет. Здесь получается, вот смотри, сейчас вам такой пример приведу, чтобы не гадать, да? Допустим, один человек продает машину и говорит ему. Вот я тебе продал машину в Октябрьске, но у меня условия есть. Не езди никогда на ней в туй мазы. И продал вот так вот. Имеет право? Нет. Условия в договоре прописал прямо. Прямо написал договор и все, и подписали обе стороны. Если он поедет в туй мазы, он грешником будет или что? А? Егра в машину, брал. Да. Потому что есть условия по умолчанию, свобода распоряжения. То есть он имеет право, то есть свободно распоряжаться товаром. Второе. То есть и так же с деньгами. Некоторые люди, кстати, у мусульман такое есть, это уж не в обиду мусульманам будет, когда покупают у кого-нибудь имущество, смотри, я вот сейчас все деньги даю, да? Ты только на халяль трать. Ты там кому-нибудь там, у кого-нибудь покупает вещь, ты только на халяль трать, понял? То есть если что, они как бы договор это делают. Договор делают, да, он может с него обещание взять, но по договору он не сможет его обязать, естественно. То, что ты там потратил на нехаляльные вещи, давай мы с тобой договор расторгнем после этого. То есть этого делать нельзя. То есть свобода распоряжения, это у нас является тоже условием по умолчанию. Так, это вот у нас получаются основные моменты по договору купли-продажи. И третье еще у нас есть условие по умолчанию, третье, это как раз у нас закрывают ворота риба, скажем так, да? Когда стороны договариваются, что я тебе сейчас машину продаю, но через два месяца я у тебя обратно ее выкуплю. С таким условием. То есть это условие тоже является неправильным, потому что третье условие, оно как раз то, что товар и деньги переходят навсегда. Да, если так даже договоришься, можно, лучше, конечно, так не договариваться, когда ты знаешь это уже, да? Но когда вот, например, ты договорился и пришел, пусть я этого узнал, да, тогда не выполняешь. Но если ты изначально, получается, знаешь и договариваешься, потом скажешь, ну, понимаешь, что нас там поширят вот так. Это, как один брат рассказывал, в Дагестане брать и идут в банк, кредит брать, кредит берут, потом говорят, слушай, кредит харам выплачивать, то, что, извините, мы платить не будем. Да, так получается у нас, это у нас основные вот моменты, это, скажем так, чек-лист, то есть самый такой короткий, да? Есть, конечно, там дальше добавки, такие как запрещенные моменты в купле-продаже, но это, иншалла, мы сейчас запишем, то есть структуру купли-продаж будем проходить, да? Но это самое основное вот и по каждому договору, если у вас вот такой вот хотя бы будет чек-лист, вы будете уже, иншалла, определять договора. Перед вами договор купли-продажи или перед вами договор с салем или перед вами договор из тесна. То есть вы будете понимать, что это такое перед вами. И, соответственно, у него есть у каждого, то есть условия, да, есть, есть, где именно в какие-то ограничения можно попасть, где там в харам можно попасть. То есть купли-продажи, скажем, один из основных договоров.